В Амурском районе торжественно отметили 35-летие создания общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Более подробно смотрите далее. 35 лет – солидный возраст для ветеранской организации. Все эти годы Совет ветеранов служит своим благородным целям – чтить свои традиции. В далеком 1987 году Организационный комитет провел первую конференцию по созданию районного совета ветеранов войны и труда. 25 декабря 1983 года в Амурске был избран первый Совет ветеранов, участников войны и труда и членов КПСС, председателем которого была Балоева Лидия Захаровна. А 15 января 1987 года прошла первая ветеранская конференция в городе Амурске с Амурским районом по документам, утвержденным Всесоюзной организацией ветеранов. И председателем того совета был избран Лаутин Евгений Николаевич. Вот от этой даты и прошло 35 лет. Среди четырех небольших тысяч оставшихся членов районной организации имеется немало ветеранов, хранящих традиции и заповеди дедов и отцов. По-прежнему ежегодно в Дню Победы вручаются продуктовые наборы в домам участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам концлагерей и глокальников. Дни города, района, День пожилого человека отмечаются подарками, встречами с руководителями города-района, почетных ветеранов Амурского района, почетных граждан города Амурска, первостроителей города и других наших активистов. Главное в деятельности совета – защита интересов пожилых граждан. С этой целью проводятся заседания президиумов, организуются встречи с представителями администрации города и района, проводятся приемы граждан. Деятельность районного совета ветеранов и первичных организаций разносторонняя. На протяжении трех десятилетий они уделяют большое внимание работе со школьниками и студентами. Хочется искренне сказать славу благодарности не только за их труд, который они внесли вклад в Амурский район, в развитие Амурского района, но и за их активную жизненную позицию, за то, что они вкладывают непосильный труд в развитие нашего подрастающего поколения, в воспитание молодежи и в социальную и экономическую жизнь нашего Амурского района. Хочется сказать большое спасибо за наше честное и дружеское взаимодействие. Мероприятия, которые проводятся ветеранской организацией, заслуживают самой высокой оценки. Амурские ветераны активно участвуют в волонтерской деятельности, проводят субботники, ухаживают за памятным знаком первостроителям Амурска. Вместе с поисковым отрядом школы номер три участвуют в акции по определению мест захоронения участников войны на безымянном кладбище и приведении их в порядок. Они также являются постоянными участниками праздничных и культурных мероприятий. В тесном контакте работают со школами и культурными учреждениями района. Ежегодно проводятся месячники военно-патриотического воспитания, в рамках которых в музеях и библиотеках района проходят тематические мероприятия. Это экскурсии, уроки мужества, викторины, тематические вечера. Также члены совета активно участвуют в фестивалях патриотической песни и конкурсах рисунков. 35 лет назад усилиями различных ветеранских организаций было создано единое движение ветеранское. 35 лет которых мы отвечаем сегодня. За эти годы действительно было много сделано. Вы своим трудом, активизмом, несгибаемой волей воспитывали нас и каждое ваше дело, оно нашло отражение в наших сердцах, в нашей памяти. В городе действительно сделано немало. Вы это та нить, которая связывает нас, молодежь, поколение, связывает с историей нашей страны. И даже не с историей, вы сами, своими руками эту историю делали. Перенесли все тяготы военных, послевоенных лет. Мы воспитали не одно поколение молодежи, в том числе и нас. Наша задача и обязанность сохранить эту нить и передать будущему поколению. За прошедшие 35 лет ветеранская организация Амурского района, используя жизненный и профессиональный опыт, знаний и мудрость старшего поколения, не только укрепилась, но и стала заметной силой. Она твердо отстаивает социально-экономические интересы пожилых людей, занимается патриотическим и нравственным воспитанием молодежи, оказывает помощь органам власти в решении различных задач.